Ролик, посвященному трансу, посвященному релаксу и аутотренингу. Оно объяснит вам цели и задачи, которые я поставил, привнося вам новые научные данные и о трансе, естественном нашем состоянии, который позволяет нам и отдыхать, находить эмоциональное равновесие и ставить перед собой задачи. Релакс – это снятие многих физиологических зажимов и аутотренинг – это такое вербальное внушение или на отдых, многие бессонницей страдают, или на внушение стремиться к чему-то, менять свои негативные убеждения на позитивное и конструктивное. И вот смотрите этот ролик и действуйте, действуйте так, как я вам там говорю. Я хочу затронуть сейчас понятие транса. Для многих слово транс бывает как-то пугающе, для них милее слово медитация, хотя на самом деле медитация, вот вы мне говорили про медитацию, транс – это совсем не состояние транса, это некая такая мистическая, сакральная, духовная практика. Но я сейчас хочу поговорить с вами о состоянии транса. Транс – это измененное состояние сознания, но он сродни вот какому-то самогипнозу. В этом состоянии внутренний фокус нашего внимания нацелен на собственные мысли, реакции, чувства, воспоминания, какие-то фантазии. Это состояние характеризуется снижением активности коры больших полушарий. Мозг испытывает, вот как говорят, альфа-дельта-ритм. Ну, у нас есть в мозгу вот различные ритмы электромагнитных возбуждений. И вот в этих трансовых состояниях мозг работает иначе. Одни участки активируются, другие приглушаются. И вот на первый план выходит нелогичное правое полушарие. Логика как бы засыпает. Левое полушарие как бы вот немножко входит в состояние заторможенности. Говорят, что в эти минуты открываются двери в бессознательное. Появляется возможность многих изменений и убеждений, и даже мировоззрения. Вот в этом состоянии, состоянии транса, усиливается за счет вот неких психофизических процессов связь нашего сознания с нашим бессознательным. Бессознательное – это пусть и не является некой какой-то морфологической реальностью, но оно существует. И оно как бы Господь Бог над нашим сознанием. И вот к этим доступ, к этим чувствам, потребностям человека, ну как бы приоткрывается. И вот это часто используют манипуляторы различных сект. Мошенники, цыгане или бабки-целительницы. Происходит это тогда, когда эти мошенники вводят вас в состояние транса. Ну, как еще говорят, это цыганский гипноз. Многие такие психологи называют это эриксоновским гипнозом. Он часто это применял. И вот тут в этом состоянии транса мошенники могут внушать и заставлять что-то исполнять. И даже кассиры деньги выдают. Или цыганам вы выносите все золото. Так вот, основной причиной возможности вот этих феноменов манипуляции в вашей психике является слабоволие вас, как жертвы, попавших вот в такую ситуацию. Человек, обладающий волей, как я, гибкой психикой, наоборот, я не представляю никакого интереса для этих проходимцев. Цыгане мимо меня, видя это, мимо меня проходят и не просят цигаретку или позолоти ручку. Они даже понимают, что я своей психикой, со своим внутренним состоянием могу серьезно повредить психику манипулятора. Потому что психика манипулятора, она также подвержена вот этому состоянию. Он сам в это сильно верит. И вот здесь можно его пробить. Ну, это другая история. Я вам потом расскажу, как манипулировать людьми. Ну, а манипулировать для блага или для вреда, ну, там разберемся. И все же, состояние транса – это естественное состояние. Когда человек как бы переваривает ситуацию, он как бы отдыхает в этом состоянии. В состоянии транса человек получает возможность вот на каком-то чувственном, эмоциональном уровне выйти на глубинные процессы своего проблемного состояния. Вот во сне Менделеев открыл таблицу собственного имени. И это было состояние транса. Потому что в этом состоянии раскрываются ресурсы. И эти ресурсы вызывают какие-то необходимые изменения в вашей психике и работе мозга. Многие используют для обозначения вот этого состояния, особенно психологи, термин медитации. Ну, вот идут на поводу вот каких-то этих брендов. Поймите, для лохов бренд транс, который пугает, или медитации, которые увлекают. И вот эти психологи идут на поводу вот этих вещей. Хотя сами, изучая, понимают, что медитация – это духовная практика и совсем не состояние транса. Просто некоторые вещи похожи, но вот цели и задачи иные. Но человеку нравится этот бренд, и психолог идёт для того, чтобы это продать. Такая загадочная, непонятная установка. Я не собираюсь манипулировать вами. Транс, он и есть транс. А медитация – это и есть медитация. Езжайте в Индию, медитируйте. Потому что транс – это изученное состояние. И оно имеет и структуру своего электромагнитного излучения в голове, и состояние психики, и состояние нервной системы. Потому что мы говорим о состоянии транса с научной точки зрения, а не в угоду этим новомонтным маркетингам, чтобы впарить вам этот товар. У меня только транс. Нужно медитацию? Идите, покупайте для лохов медитацию. Поймите, ведь состояние транса сопровождает нас всю жизнь. А медитация – это только когда духовная практика. Когда ребёнок играет в игрушки. Он уходит в состояние транса, сосредоточен на катании машинки или одеванию куклы. Он не слышит родителей. Ребёнок как бы ушёл. И он там, может быть, переваривает нужную информацию. Может быть, он эмоционально восстанавливается. А родители кричат «ты что, меня не слышишь?» И командуют. Вызывая и собственное раздражение, и ругают детей. Не ругайте детей в этом состоянии. Нельзя их вырывать из состояния транса. Они вырастут такими же издёрганными, как вы. Поймите, что это состояние полезное и нужное состояние транса. Чтобы оттуда вернуть вашего ребёнка, подойдите. Потрогайте его. Войдите в его эмоциональную сферу. Спросите, о, куда ты катаешь машинку или ещё что-то. Ну, это в моих фильмах сказано, как работать в состоянии транса. Поймите, вот состояние транса – это изменённое функциональное состояние центральной нервной системы. И эта нервная система готова к обработке любых видов информации. И она принимает и обрабатывает. В медитации там совсем иное. Другие цели. И вот трансовые состояния часто используются в целях терапии. Ну, например, менять негативные убеждения. Ну, какие-то фантомные убеждения. Снимать негативные привычки, зависимости. И вот вам нужно понять, когда вы достигаете вот этого состояния транса. Например, курильщик стоит, курит и ни о чём не думает. Он находится в состоянии транса. Лёгкого транса. Так вот, важно научиться и входить в состояние транса. И использовать себя на пользу. Зачем лишать себя этого состояния? А мы проводили такие практики ещё в советские времена, когда лишали человека быстрого сна, состояние транса. У человека психика нарушалась. Понимаете? Ведь прежде всего транс возникает и при эмоциональном, и умственном напряжении. И в каких-то экстремальных ситуациях. Это некая такая защита. Лишать себя этого нельзя. Но транс возникает также во время танцев. Бегун на 10 километров и больше, даже на 5 километров, когда бежит, он входит в состояние транса, и ему легче это преодолевать. Это те физические напряжения, экстремальную физическую ситуацию. Иногда ко мне приезжают люди, управляя автомобилем в состоянии транса. Их спрашивают, а где вы ехали. Они не могут вспомнить порой целые отрезки своих путешествий. Или когда вы смотрите какой-то фильм. А рядом люди разговаривают или попкорн жуют с пивом. И вы даже перестаете их замечать. Вы как бы абстрагируетесь от окружающих, от посторонних звуков. От этих жующих свиней. Так вот, прослушивая мой ролик, тот ролик, который направлен на работу с вашим трансом, с вашим аутотренингом, с вашей релаксацией, вы тоже будете попадать в состояние транса. Тем более, я иногда использую в отрывках своего ролика такие техники, вводящие вас в состояние транса. Это так же, как используют вот эти манипуляторы на сценах, когда собирают толпы людей, заводя эту публику в то или иное состояние транса. Поэтому вы должны понять, что состояние транса нам полезно, когда мы преодолеваем депрессию, состояние паники, когда мы тренируем мышцы, когда мы получаем вот этот альфа-тета-ритм в коле головного мозга. И когда человек увлечен своим делом, он как бы перестает реагировать на действительность. И вот это и есть состояние транса. И мы научимся его использовать нам на пользу. Во-первых, решать поставленные задачи. Я часто это использую. Во-вторых, менять свои негативные установки. Это очень полезно для тех людей, которые подвержены фантомным страхам, каким-то физиологическим симптомам, мешающим вам жить. Вот поймите, состояние транса можем использовать на пользу. Поэтому это естественное проявление психических процессов, процесса транса открывает благоприятное воздействие на самого человека сам. Человек занимается самогипнозом, самовнушением. В этом состоянии происходит какой-то процесс восстановления психологических энергозатрат. Я вот в перерыве между клиентами вхожу в состояние транса на 15 минут. И это состояние неразрывно связано с выработкой корой мозжечка, мозгом, эндорфинов. Эти такие эндогенные опиаты, которые как наркотик в умеренных дозах необходимы организму. Они необходимы организмом, это называют гормоной счастья для регуляции обмена веществ, для некоторого успокоения, для обезболивания в конце концов. И это позволяет человеку выйти из состояния стресса и депрессии. Поэтому, например, я, когда вхожу в состояние транса, а мы будем учиться входить в состояние транса, то я в это время отдыхаю настолько качественно, что бодро. Поймите, транс необходим для выживания. Вы часто, наверное, замечали за собой полтора-два часа вам какое-то время становится трудно сосредоточиться на какой-то однообразной работе. И у вас появляется желание погрузиться внутрь себя. И вы входите в этот естественный процесс вхождения в транс. Вы уже не сопротивляетесь. И как бы на 10-15 минут ваши аккумуляторы подзаряжаются. Работоспособность восстанавливается. И вам приходят новые идеи. Появляется вдохновение. Открывается второе дыхание. Вы отдохнули. Вот так я использую часто эти краткорасрочные состояния транса. Они позволяют мне не только адаптироваться к постоянно меняющейся реальности то один, то другой со своими проблемами. Но и я все-таки уже в возрасте и как бы подзаряжаюсь я. Так вот, это позволяет и переструктурировать собственный внутренний опыт. Иногда привести мысли в порядок. Поэтому, когда человек сталкивается с какими-то неприятностями или какой-то неожиданной ситуацией, он нуждается в трансе. И благодаря этому состоянию транса вы приобретаете комфорт. И каждое возвращение из транса происходит с более приятным состоянием, что не было до этого. Конечно, если вам не внушали обратно. Но вот мы разберемся, как внушать при вхождении в транс те или иные конструктивные, позитивные, полезные вещи. И вот этот фильм направлен на то, чтобы входить в краткосрочное состояние транса и даже глубокого состояния транса, тогда, когда вы занимаетесь самовнушением, чтобы использовать себя на пользу. Вы будете изучать релаксацию, вы будете изучать аутотренинг. Аутотренинг – это тоже самовнушение. Одним словом, вот этот большой фильм направлен на то, чтобы вы сами воздействовали на свою психику, в нужном для вас русле. И когда я, например, должен выйти на сцену или встретиться с каким-то нужным, ответственным для меня человеком или попасть в какую-то экстремальную ситуацию, то я подзаряжаюсь. У меня в это время в состоянии транса зрачок расширен, наблюдается некое такое замирание, движение отсутствует, изменено дыхание, медленнее моргаю, лицо как бы под действием силы тяжести отекает, провисает челюсть, расслаблено тело. Я отпускаю на волю свои мысли, и они текут, как облака, кучевые облака по небу, не принося ни грозы, ни дождя, и уходят за горизонт. И я ухожу своими мыслями в какую-то такую невесомость. Тело у меня теряет вес, расслаблено, и я переваливаю ситуацию. И после этого я могу идти в бой. Приобретайте фильм. Начнем работать. Там много интересных упражнений. Это я так пока, как игрушки. Субтитры создавал DimaTorzok